Аркадий Бабченко По его словам, убийства журналиста планировали в России. Организатором стал человек, владеющий огромным арсеналом оружия. Он имел возможность закладывать тайники и устраивать теракты. Президент отметил, украинские правоохранители с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии. Однако Москва и будет продолжать осуществлять атаки для дестабилизации ситуации в Украине. Как готовили спецоперацию СБУ и насколько профессионально сработали наши правоохранительные органы, мы будем говорить об этом с нашим гостем. Это советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть в этой студии. Очень много вопросов, знаете, очень много реакций по поводу спецоперации. Да, единственное, навряд ли я много интересного расскажу о том, как готовила служба безопасности Украины эту спецоперацию, поскольку это мяч на их поле, они могут рассказать и только то, что буду считать нужным. Но, в принципе, о том, как правоохранительная система в подобных случаях действует, я готов рассказать. Я уверен, что вы просто знаете больше, чем можете иногда рассказать. Возможно. Для начала я предлагаю послушать прямую речь президента Порошенко и продолжим. Для того, чтобы показать неэффективность власти. Для того, чтобы показать неэффективность власти. И, безусловно, для того, чтобы убить тех, кого Россия боится больше всего. Но принципиальная позиция сейчас завершит следствие. Получить информацию не только об организаторе, но и о заказчиках, которые на сегодняшний день будут пытаться продолжать эти действия против Украины. Ну и спасли мою жизнь. Но это все-таки не столь важно, как то, что предотвратили более масштабные теракты, потому что они там хотели делать что-то большого. Ну и, собственно, прямая речь и Аркадия Бабченко. И хотелось бы тут узнать. Знаете, очень много написано. Самый главный вопрос, который прозвучал, я так понимаю, критичный вопрос. А можно ли было без такой спецоперации задержать подозреваемого? Возможно. Возможно или можно было? Нет. Возможно, это было бы можно. Но говорить о том, можно или нельзя было бы обойтись без такой спецоперации, я считаю, что могут только специалисты. Те специалисты, которым известны все обстоятельства, все детали этой операции. И когда такими специалистами выступают люди, которые впервые узнали о Бабченко, которые впервые узнали о том, что делается в Украине и как ведут себя российские спецслужбы по отношению к гражданам Украины, то здесь возникает вопрос о том, насколько профессионально происходит эта дискуссия. Поэтому я считаю, что этот вопрос должен быть и может быть задан, может быть задан разве что другим представителям спецслужбы, которые именно готовили эти вещи. Это следователи, это те люди, которые принимали решения относительно того, в каком формате должна была эта спецоперация. Но для того, чтобы было понятно, я скажу, это не уникальная вещь, когда правоохранительная система инсценирует убийство. Хорошо. Это нужно, это нужно. Я понимаю, для чего это нужно. Это нужно для того, чтобы иметь полноценные доказательства причастности и подготовки к такому особо тяжкому преступлению, каким есть убийство. Это делается в Украине. Только вот в 15-е, 16-е, 17-е годы это были десятки инсценировок убийств, в результате которых к ответственности привлекались и заказчики, и исполнители, и организаторы убийств. Да, на разном уровне это было. Это были бизнесмены, это были адвокаты, это были какие-то рядовые граждане, которые являлись мужьями своих жен, которые, опять же, жены заказывали своих мужей. То есть это были разные люди, но через инсценировку приходили к тому, чтобы определить заказчика и исполнителя. Вопрос в резонансе, понимаете? Вопрос в резонансе, я понимаю. Вопрос в резонансе, это внутри страны. Такую же практику на самом деле используют в том числе западные спецслужбы, и были операции, например, по полицейскому в Эстонии 99-го года. Я уверен, что ваши коллеги-журналисты сейчас найдут еще десяток вариантов таких вот спецопераций, которые происходили и в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде, и в Европе благополучно, и в других странах мира. Та же Россия, которая сейчас нас слышит, у них тоже десятки подобных спецопераций происходят по отношению к более или менее резонансным людям. То, что это был резонанс... Международный резонанс. Международный и международный резонанс в том числе был по многим другим спецоперациях. Возможно, не такого масштаба. И говорить о масштабности резонанса, масштабности личности, ну да, сейчас получилось, что спецслужбы украинские предупредили убийство человека, которого знали очень многие люди. Вот я сейчас сходу могу вспомнить, например, по Антону Герасченко была подобная спецоперация. Нет, подобная спецоперация не была по Антону Герасченко. По Антону Герасченко тоже предупредили убийство, но там не было инсценировки убийства. Алексей Гончаренко, когда его выиграли? К этому осуществлению этого убийства, готовящегося убийства, их задержали. По Гончаренко, да, там была инсценировка, ну и, как оказалось, достаточно было той инсценировки для того, чтобы найти заказчиков и организаторов. Но все равно такого резонанса тогда не было. Такого резонанса нет, не было, да. Но я хотел бы еще сказать, вот сейчас нас, наверное, слушают люди из разных стран. И сегодня, вчера было достаточно много разных оценок, нужно ли было делать именно в таком. Я сказал же опять о профессионализме многих людей, которые оценивают спецслужбы. Ну, наверное, это допустимо в демократическом обществе. Но я хотел бы напомнить многим людям, которые находятся в Бельгии, там, в Литве, в других странах, в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, пусть в Украине только на протяжении четырех последних лет было около десяти убийств, следы которых, очевидно, ведут в Россию. Некоторые из них доказаны о том, что именно заказчик или организатор этого убийства в России. Я напомню, это убийство Амины Акуевой. Это покушение на убийство Адама Осмаева, которое было предотвращено благодаря тому, что Амина Акуева вовремя достала пистолет и ликвидировала этого, или точнее остановила этого человека, который покушался. Это убийство Павла Шеремета. Это убийство представителей украинских спецслужб Харабрюша и Шаповала. Это покушение на убийство Масейчука. Это убийство Тимура Хатаури, которое было осуществлено, опять же, в центре Киева, в людное время, на центральной площади, тогда, когда было очень много людей. В следствии этого покушения пострадали другие люди. Несколько других человек получило ранение. Убиты были люди после того, как покушались на Игоря Масейчука. Украина... Это убийство Вороненкова. Дениса Вороненкова, опять же, в центре Киева. То есть Украина переживает ту ситуацию, которую, к счастью, не переживают те страны, представители которых сейчас комментируют ситуацию в Украине. Если украинским спецслужбам удалось остановить сейчас организацию этих киллерских акций в Украине, а там, по информации, которая вчера была нам подана, около 30 фигурантов или потенциальных жертв, не названных на сегодняшний день, но были после того, как было бы покушение на нашего вчерашнего журналиста. Я хочу еще отметить международную реакцию, в частности, в ОБСЕ. Рады тому, что Аркадий Бабченко жив, но недовольны тем, как именно украинцы спасли ему жизнь и осуждают решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию о смерти. Опять же, я очень счастлив, что у них в стране все хорошо. Об этом накануне заявил представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Орлен Дезир. Я рад за Орлена Дезира, потому что у них все хорошо. В Европе, в тех странах Европы. В Европе тоже происходит. Там есть свои исключения. Далеко не все хорошо. Есть Великобритания, которая видела Литвиненко и видела Скрипалей сейчас. Да, это опять же осуждение всей Европы. Плохо то, что спецслужбы не нашли до того, как покушение было, не нашли исполнителя этого покушения. Но стыкаются намного реже. К счастью, намного реже, чем в Украине. И Украина в этой войне должна искать адекватные, в том числе адекватные ответы тем вызовам, которые стоят. Сейчас у нас вызов в том, что Россия руками своих киллеров, своих организаторов, своих исполнителей, которых нанимает за деньги, старается дестабилизировать ситуацию в Украине. Она поставила себе за целью уничтожать публичных лиц в Украине, депутаты, журналисты, другие резонансные личности, для того, чтобы создавать своеобразную атмосферу в самой Украине, для того, чтобы создавать выгодный для России международный резонанс. Что она и делает. И здесь понятно, что ей не понравится то, что одного из организаторов было выявлено усилиями украинских спецслужб. Ну да, и сразу начать дело. Начать дело через 15 минут после убийства, когда еще никто не знает, это прекрасная реакция Следственного комитета Российской Федерации. Практически сразу. То есть никто об этом не знал, естественно. Еще немного реакции. Организации «Репортеры без границ» возмущены спецоперацией по раскрытию покушения на Бабченко. Там считают такую операцию новым приемом информационной войны и опасной игрой с фактами. Об этом на своей странице в Твиттере написал в Генсек организации. В Европарламенте с большим облегчением узнали, что журналист Аркадий Бабченко жив, но отмечают угрозы и опасности, которым продолжают подвергаться критики режима Владимира Путина. Очень бы хотелось, чтобы все эксперты, все наши международные друзья, коллеги и соратники по борьбе против агрессии Российской Федерации сейчас, чтобы они искали и находили эффективные способы противодействия. Потому что критиковать те способы, которые найдены, легче всего. Я опять возвращусь к тому, с чего мы начали. Это не впервые, не в украинской практике, не в российской практике, не в мировой практике. Достаточно часто практикуются подобные инсценировки для того, чтобы у преступника не было шансов уйти от ответственности. Скажите, а сейчас... Если мы понимаем, что недоработав где-то, спецслужбы позволят ему, опять же, защититься через украинские суды, через международные суды и уйти от ответственности, понятно, что я понимаю, что тогда у меня будет больше претензий к украинскому правосуду. Еще многие коллеги, вы сами читаете ленту на Фейсбук, и, в принципе, мнение разных коллег, говорят, что как теперь доверять правоохранительным органам? Вот сообщают, например, об убийстве, да, а теперь верить или нет, проверять информацию, сколько ждать эту информацию? Тут я тоже однозначно не могу себе дать ответ, верить. С одной стороны, понятно, что... А кому же еще верить, если не правоохранительным органам своим? Знаете, давайте говорить о том, серьезные вызовы или несерьезные вызовы. Понятно, что мы можем ложить на одну шальку терезив, да, на одну чашу весов, да, ложить жизнь человека более известного, менее известного, вообще неизвестного, на другую сторону неудобства, которые получает средства массовой информации, давая ту или иную информацию, потребитель этой информации, которая получает. Ну, понятно, можно говорить о том, ну как, весь мир, что какой-то там журналист, что какой-то там любой человек, весь мир говорил об этом, зачем, да, ну, жизнь человека и о том, что весь мир говорит. Да, кто-то скажет, ну, конечно, да, ну, уже пусть бы там убили этого журналиста, легче прошло бы для всех, меньше бы лекарств купили каких-то антидепрессантов люди. Возможно, так, возможно, кто-то думает так. Я не готов, опять же, взвешивать на весах, что правильнее было бы делать. Я думаю, что цивилизованное и взрослое, взрослое, позволю, не инфантильное общество, да, взрослое общество переживет это вполне рационально. И в случае чего, после того, как профессионалы скажут свои мотивы, какими они пользовались, да, когда выбирали тот или иной сценарий, то после того взрослое общество скажет, ребята, возможно, вот в таких случаях давайте будем действовать иначе. Но Украина впервые по сравнению, к счастью для того цивилизованного мира, который сейчас, возможно, некоторые представители, которые критикуют украинцев, к сожалению, Украина в другой ситуации. И в психологической, и в физической ситуации. И нам нужно искать эффективные способы противодействия, и никто в мире не подсказывает. А критиковать, повторюсь, легко. Знаете, еще в самом конце просто добавлю, что я до последнего вообще ничего не высказывался, ничего не говорил, ничего не писал, не высказывался по этому поводу. Я ждал все-таки, что же скажет СБУ в итоге. Но было очень интересно понаблюдать за коллегами многими, которые вылили кучу, скажем так, мягкой критики. Критики, да, критики в сторону наших правоохранителей. Ну, тогда я поздравляю нас всех с тем не менее успешной операцией. Вам большое спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Меня зовут Сергей Чернышов, это YOTV. Не переключайтесь.